я чемпион мира по организации нелегальной работы я с женщинами славянками иначе не выглядел как сутенер не просто надежда а выгона факью товарищ востока танцует жестоко делались этими руками этими мозгами перезащение рынка продуктом делает его падение в цене доброе утро только что разбудил меня звонок моего давнишнего друга александр пасечный не позвонил и я думаю что я сегодня с ним встречусь и запишу видео о котором уже давно думал так что присаживайтесь поудобнее ну или идите поудобнее и сейчас полномерно все покажу меня зовут назар давыдов чай которого нужен особенно в турции день начинается поехали новая проснулся оделся осталось только проехать из алании в анталии потому что саша живет сейчас в анталии он объездил весь мир можно с ним дружим и когда он переехал в турцию здесь навел серьезно шорохом во всех клубах и самых именитых точках где танцуют клубятся веселятся мы с ним по-дружески поговорили недавно и я смог ему предложить тот вариант пребывание здесь турции который вы устроил теперь у него две своих собственных квартиры но это же другая история тем не менее думаю это будет полезно узнать тем кто думает о приобретении недвижимости только что когда уже вышел с ним созвонился сказал что пишет еще куда песню вот которая потом будет спета на разных материках даже вот думаю все это с вами узнаем он знает этот шоу-бизнес изнутри посмотрим ну как наверно как и у всего мира сложно сказать хорошим правильный вопрос сейчас задавать два вопроса надо задавать здоровье и настроение как дела не пропускаем такой вопрос сейчас почему именно турция из-за того что много путешествовал соответственно много видел в азии много на карибах центральной америки ближний восток по мере моей специальности а это шоу-бизнес мы-то и знакомы с собой по шоу-бизнесу по ялте вот это серединка между всеми путями хороший климат ну как как говорят кончить и умереть вот хороший климат доступные цены еще рано говорить в прошедшем времени то есть еще есть надежда что ты вернешься в эту студию не просто надежда а выгона факлю что изменилось за то время когда ты первый раз приехал сюда в турцию и вот до недавних пор скажем так вот именно в плане шоу-бизнеса у тебя как профессионала все изменилось первая волна это был наверное под 2000 год женщина славянка воспринималась не иначе как я с женщинами славянками иначе не выглядел как сутенер я занимался шоу-бизнесом но пойти пойдя где-нибудь по любой улице или где-то все разворачивались и спрашивали некадар сейчас упозднен шоу-бизнесом но он стал привычным на когда уже никто не спрашивает существует наверное разные сервисы которые решают вопрос некадар вот ну и шоу-бизнес стал глобальным я не знаю с какой точкой в мире можно сравнить объем анталии 900 отелей пяти пятизвездочных но 200 фирм идет война народная священная война большая большая очень конкуренция и если здесь начинать то это будет или мега тяжело или не будет но когда ты сюда приехал ты здесь был стал одним из самых успешных промоутеров и был номером один в русскоязычным бизнесе шоу-бизнесе почему ты ушел с этого рынка вот лидерство это наверное связано с моей с моим непостоянством это касается и женщин и моего занятия когда-то где-то мне сказали ты нужен центральной америке на карибах я бросил все поехал на карибы там провел три года когда там не сказали ты нужен дубай когда-то мне сказали китай когда-то мне сказали и поэтому я не достиг вот те кого я учил здесь сдавал советы 20 лет назад сейчас мощнейшие фирмы я ребят а подскажите что мне делать это индивидуальная непостоянность но какое-то время уже завернула так что надо бы где-то сесть то есть или тюрьма или я не выбираю тюрьму хотя у меня и особых грехов нет но тем не менее в место где можно спокойно жить безопасно жить сейчас секундочку не звонят по заказу мы сейчас мы сейчас дело в том что планируем и уже воплощаем home party в этой ситуации ведь мне как озонят скажи пожалуйста про хопать очень интересный вопрос дело в том что сейчас у нас по всему миру есть такая такое слово как коронавирус да вы что да да вот есть оказывается и многих он загнал по квартиру многих заставляет менять свой бизнес как раз можно сказать про хопать что такое вообще собственно вид развлечения от дней рождения ну даже сейчас появились наверное я скажу что то что несколько запрещено но сейчас появились линии шоу-бизнесе когда клубы перенесли свою деятельность на виллы меня зовут туда я боюсь во первых это противозаконно получается а я не особо и в жизни переходил законы и на данный момент действительно собрать большое количество людей в одном месте ну не хочется с этим рядом быть этим и этим я не занимаюсь но хом в обычном соблюдении элементарных отсутствия контактов включая половые вот то есть в этой форме даже детской день рождения ну клоуны в масках анталия сегодня вторник день базара он не каждый день все организовано покажу сейчас на входе стоит вот такой батискаф выдают на шарика маски поливают смазкой люди движутся на дистанции по базару но движутся нельзя сказать что нет людей продавец какого-либо товара отбирает тебе товар сам своими руками ты не дотрагиваешься и кулечки уже получаешь ну в общем в общем вполне организовано а дают еще дают еще кулечки какие-то ну вот в общем пожаловаться не на что все жугаются моей одежды ну как бы товарищ востока танцует жестоко ему пара нужна только пары не видно и танцору обидно и уводит его старшина скажи чтобы было понятно по поводу больших мероприятий какое самое большое мероприятие ты провел здесь турция моя родина в турции это буду мне анталия я все-таки здесь я банджи в анталии на какое-то это время в бодруме я был entertainment менеджером и шоу-продюсером в самой большой лучшей дискотеке хали карнос поэтому это не мероприятие конкретное а это на 4000 мест дискотека она долгие годы держала флаг лучшей дискотеки в турции потому что она еще в историческом месте то есть и все мероприятия которые там были делались этими руками этими мозгами соответственно ты людей набирал на себе в труппу шоу коллективы да у меня я там провел добрый десяток лет и средний сезонный состав трупы артистом был до 30 человек в этой связи очень интересно узнать по поводу того как же лучше устраиваться на работу мне постоянно пишут вот хотим устроиться на работу куда-нибудь в отель дай какой-нибудь профессиональный совет как лучше всего выбирать себе работодателя серии шоу-бизнеса здесь турции назар ты не по адресу я чемпион мира по организации нелегальной работы я пытаюсь исправиться повзрослеть и стать хорошим мальчиком но где бы я не работал в африке в америке или где-либо я был организатором нелегальной работы вот теперь ну я уже знаю пути я открыл фирму но вряд ли я профессор на эту тему я знаю путь обращайтесь спрашивайте как но и есть позиция артиста а есть позиция фирмы организатора а есть позиция агента смотря кого что интересует я знаю все все линии но обращайтесь ну и опять же я знаю но я не профессор то есть я могу оставить то контактный адрес у меня в описании к этому видео чтобы те обращались по поводу компати и по поводу консультации как устроиться на работу до без проблем только без проституток окей вот остальное пожалуйста все эти самые и и мхом партия опять же повторю исключает сексуальная партия везде аура инферно я могу показать видео где мои артисты выступают во всех этих самых больших клубах ну нет таких где не было моей руки я какое-то время занимался девушками диджейми вот и поэтому было время когда это было мега популярно и вот в этот период моих артистов и меня как продюсер а также мси я попадал во все самые мощные отели не все самые мощные клубы я был там но и мода прошла и что-то поменялось здесь я опять же повторюсь очень сложно на этом рынке из-за конкуренции на данный момент антария является ну просто полем боя где собрались много армии и перед сезоном они заточили топоры пики виллы и готовы были кинуться друг на друга благо ой точнее ну это грех такое сказать благо вирус нет не вне благо вирус вирус приостановил военные действия рынок очень трудно повторюсь потому что он богат и как никакой другой сколько примерно может артист заработать здесь за сезон в клубе например там танцами гу-гоу для кончоу балета от и до держимся держимся в районе тысячи долларов но в эту тысячу долларов в последние сезоны начало входить дневное если раньше цифра всегда считалась вот вечерняя работа то последние годы местные компании агентства они начали закладывать в эту сумму бич-клуб отель pull party и так далее короче отвечаю надо держаться в районе штуки последние годы упала и скажем 800 900 упала из-за пересыщения уже очень много фирм которые везут уж очень много артистов и мы понимаем что пересыщение рынка продуктом делает его падение в цене моя зона комфорта это создание чего-нибудь я не совсем-то агент который перевожу артистов там взял тут купил это самое я продюсер и я беру материал беру камень земли делаю ему огранку и потом продаю камень может быть песня камень может быть артист камень может быть шоу камень может быть спектакль и так далее то есть она проходит через мой фильтр наверно имеет поэтому свою индивидуальную огранку вот и в данный момент я делаю песню я практически сделал она получилась о несколько несколько драматичная потому что настроение дано этим временем и она называется nothing can stop us now и я планирую что эта песня я уже веду переговоры с певцом из италии адам клай я веду переговоры с арабским певцом я ищу турецкого когда эту песню споют певцы голоса из разных стран включая россию мы сейчас думаем кто будет от россии петь помните в свое время было это выады вот вы а такая но клубная версия некой песни о трудном времени в которой мы должны пройти and nothing can stop us now потому что мы артисты нам нужен промоушен в данный момент и есть серьезный рычаг для промоушен я решил в любом случае кемп то есть лагерь делать здесь я уже объяснил что перекресток многих путей климат климакс и так далее они делают это это место комфортным для меня в этот период моей жизни я немножко устал носиться с чемоданами с костюмами с аппаратурой но это не означает что я бросаю у меня десантные поездки будут оставаться в частности спасибо тебе назар за 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 помощь я очень доволен свое время наша дружба из ялты это так наверное лет это наверное десять назад она сыграла хорошую роль и удобный вариант для покупки моих моего помещения благодаря все таки тебе спасибо спасибо я желаю тебе что вы здесь будете счастливы и комфортно а всю эту ситуацию мы победим саш скажи пожалуйста универсальный совет насколько это возможно тем людям которые хотят сюда переехать и жить вопрос не актуальный на сегодняшний день давайте дождемся результата в этом времени но в этом времени можно найти кайф а именно цены мы понимаем уже сели и быть может взять сейчас это будущее то есть насколько я понимаю цены сели на 15-20 процентов уже на этот час насколько я слышал предположить что ситуация выравняется вполне вполне реально так были щас ты возьмешь за то что ты платишь 100 тысяч ты возьмешь за 75 грубо говоря ну это вот это очень грубо говоря но не без степени риска я не могу утверждать я не аналитик не мировое медицинское сообщество прогнозировать когда все закончится есть логика которая говорит с одной стороны есть логика которая говорит нужно подождать 2 логика говорит самое время брать не буду здесь настаивать ни на одной версии саша огромное спасибо за то что нашел время для интервью а у есть у меня сейчас время пожалуйста заходите ко мне почаще тоже плюс да у многих появилось время которое раньше не было я думаю что мы с тобой неоднократно увидимся и я желаю чтобы та творческая песня которая сейчас у тебя родилась чтобы она обошла весь мир и собрала огромное количество почитателей твоего творчества иншаллах спасибо большое друзья диду дэйма саляма гайду гиле гиле саша пасечный чувак который вам нужен вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok